Заходит скамейка А что вы сказали? Проснул подхватил В названии Проснул подхватил Вria Вパט Проснул подхватил Ваня 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хвала Тебя, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Продолжение следует... 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 И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за Мною, отверни себя и возьми крест твой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, Того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет во славе Отца Своего со святыми ангелами. Толкование Блаженного Петлилака. Направляет речь главным образом против Петра. Ты не одобряешь того, что я беру крест, а я говорю тебе, что ни ты, ни другой кто не спасетесь, если не умрете, за добродетель и истину. Призывай не на зло, а на добро, а потому кто не хочет, тот и не достоин всего. Что значит отвернуться себя? Это мы поймем, когда узнаем, что значит отвернуться другого кого-либо. Кто отвергается другого кого-либо, отца ли, брата ли, или кого-либо из домашних, тот хотя бы смотрел, как его бьют или убивают, не обращает внимания и не соболезнует, сделавшись чуждым ему. Так и нам повелевает Господь, чтобы и мы ради Его презирали свое тело и не щадили Его, хотя бы били или порицали нас. Да возьмет крест свой сказано, то есть поносную смерть, ибо крест почитался тогда орудием поносной казни. А как многих распинали и разбойников, то присовокупляет, что с распятием должны иметь и другие добродетели, ибо это означает слова «следуй за мной». Так как повеление предавать себя на смерть показалось бы тяжким и жестоким, то Господь говорит, что оно напротив, весьма человеколюбиво, ибо кто погубит душу свою ради меня, а не как разбойник, казнивый или самоубийца, всем в случае смерть будет не ради меня. Тот, говорит, обретет душу свою между тем, как думающий приобрести душу, погубить ее, если во время мучения не устоит. Не говори мне, что этот последний сбережет себе жизнь, ибо если бы он даже приобрел целый мир, все бесполезно. Спасение нельзя купить никаким богатством, иначе приобретший весь мир, но погубивший душу свою, отдал бы все тогда, когда будет гореть в пламени, и таким образом искупился бы. Но такой выкуп там невозможен. Здесь заграждаются уста и тех, которые вслед за оригеном говорят, что состояние душ переменится на лучшее, после того, как они накажутся соразмерно грехам своим. Да слышат они, что там никак нельзя дать выкупа за душу, и мучатся только в той мере, сколько нужно, будто бы для удовлетворения за грехи. Недовольно одной внутренней веры требуется и исповедание уст, ибо как человек двойствен, то двоякое должно быть и освящение. То есть освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания. Итак, кто постыдится исповедовать распятого Богом своим, того и он постыдится, признает недостойным рабом своим, когда приидет уже не в смиренном виде, не в уничижении, в котором являлся здесь прежде, и за которое некоторые стыдятся его, но в славе и с воинством ангельским. Преображение есть не что иное, как предназнаменование второго пришествия. Так просияет в то время он сам. Так просияют и праведники. Комментарий Игнатия Лапкина. Искаженное понятие смысла слова исповедания томило две тысячи лет христианский мир. Не удаление от людей, как учили монахи, а нахождение среди народа давало возможность осознать себя послушным чадом Христа и дать такое же представление слушателям. Только тогда можно надеяться на спасение, если будешь исповедовать Христа словом, благовествовать. Римлянам 10.10. Потому что сердцем веруют праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо как человек двойствен, то двоякое должно быть и освящение. То есть освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания. 9.1 И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на горы высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег. Как на земле белищик не может выбелить толкование. Евангелист Лука говорит, что это было спустя восемь дней. Впрочем, он не противоречит Марку, но совершенно согласен с ним. Речь его обнимает и тот день, в который Господь возвестил о предстоящем преображении Своем, и тот, в который Он возвел учеников на гору. Тогда, как Марк говорит об одних промежуточных днях, самое преображение, разумея, не как существенное изменение вида Христова, но как озарение Его незреченным светом. Причем, естественный вид Его оставался тот же, как и прежде. Спасибо, Христос. У кого есть слово, братья и сестры? Игнат Тихонович, вам слово. Ну, я сначала о больных. Много говорят об этом, что болеют. А почему никогда не ставят вопрос, почему болеют? Во-первых, он должен поставить этот сам себе вопрос, кто болеет. Рядом с тобой все болеют? Нет. А почему по разным болезням, а в тебе все собираются? Дунул ветер, уж упал. Если сам постановился, упал, значит, полгода в больнице будет. А другому нужды нету. Пример. У нас в деревне живет Лотникова Серафима Гаврилова. 92 года. Ее никто ни разу не видел, чтобы она в храме сидела. Ну, пример это или нет? Другой такой, такой сразу, плюхнулся и заснул. Еще служба, это уже спец сидит. На поле, на стрем, на огороде. Как трактор работает? Она в этом вопросе, просто пример лучше не придумаешь. Смотришь, по деревне пошла, одна идет. Что, узнала что-то там где-то нужно, в лагерь где? То одно принесет, то другое, то дыня, то арбуз. То есть она предвосхищает все. Не считая, когда мы уезжаем, наказывает, наказывает. Только возьмите сейчас, вот я приготовила то-то, то-то, чтобы с собой вы это взяли. Я говорю, повторяю, 92 года. Она с огорода не вылазит. И больше ее не знаю, кто молится. Она выпекает проспору. Как она об этом заботится? В это время даже не здороваться не будет ни с кем. На это проспорин есть такое. Вот пример. Я натолкнулся вчера на интересный момент. В Китае. Китайская медицина. А она не на последнем месте китайской медицины. Там столько народных средств. И вот говорит, рано утром, Ну, показывает, вот, машины бегут туда, обратно. Между ними деревья, как бульвар, или как назвать там. Ну, не широкая. Иноземец, который приедет, он скажет, а это что, из сумасшедшего дома люди сбежали? Нет. Поясница болит? Да, у нас потеряют. Ну, молодой парень, там, 23 года. Он поклониться уже не может. И как Алине сказала. Где-то что-то поднимал, и... Я сам знаю, у меня три грыжи. А у китайцев самолечение. И лечение не просто какое-то, а проверенное. Ну, данные сохранились второе тысячелетие. Что они делают? Вот защемило там что-то, или как... Ну, спина болит. Они вот так вот, руки, здесь перчатки надеты, стоят, не подгибает ни руки, ни ноги. Больше ничего не надо. И один за другим и идут, вот наклонись, поставь так руки. Я бы сейчас прошел так, ну, здесь негде мне. Руки вот так вот. И дальше, и ноги не сгибаются. И на четвереньках идут, переставляют, показывают, какие именно мышцы. Как они в этом участвуют. Как разгружают остальные, которые все время в напряжении. В болезни им ходят самолечение. А самолечение, оно основано в народных способах, которые... Вот читаю, посол пишет. Можно доверяться ему. Я, говорит, пошел... Ну, правда, пишет это про Вьетнам. Они там близки между собой. Лечиться. Я, говорит, вы ставьте деньги. Говорит, а за что? Ну, вот вы там назначили, смотрели. Да нет. Горшок кто заказывает, он, говорит, платит тогда, когда получит этот горшок, а не когда он его глину замешивал. Так, лечение ваше будет вот такое-то. Я удивился и говорю, да так не лечат. Ну, результат покажет. И вдруг у меня, говорит, начало сразу улучшаться. А вот, говорит, вот смотрите, пульс можете себя прощупать? Да как прибор есть. Нет, а без прибора. Прибор отняли, и ты уже не врач? У меня, говорит, сноха, там, говорит, на третьем или какой, четвертый, не знаю, месяц, она сама себе определяет, какой у нее ребенок, мальчик или девочка. Сама себя по пульсу определяет. Можно поучиться? Ну, можно испытать, проверить. Как? Был такой человек, он называл бог земли, ну, антихрист русский, Иванов. Паршек звали, Парфирий Корнеевич. Он лозунг целый дал, говорит, главное, болезнь в себя не пущать. Он там обливался водой, многие стали обливать, и говорят, это вредно, не вредно. Ну, долго жил, и немцы его там возили в коляске, а он, ну, в одних трусах. А там мороз такой был, и всем показывали, какие русские люди, он здоровый, богатырского вида. И он на мотоцикле, в люльке его возит, немец, укутанный. А ему даже не нужен никакой, нет, он как железный. Почему он все время так жил? Это, напоминаю, к тому, что маленько надо менять, репертуарщик-то. Обязательно, чтобы в избе было 36 градусов. А не много ли это? К нам заходят, вот, даже здесь. Ну, я смотрю, 16 градусов. Уже в ходу стоят оделись. 16 градусов? А вы знаете, весь пласток плохо отапливался-то. Или вот у нас сидит Василий. У него до 12-13 минус. Минус 16 было. Ну, я и говорю, минус 16. Так по болячкам, по этому, Господь посылает для вразумления. А не только так, что много лет, и давайте себе аптеки к нему, к ногам. И вот старики, не хватает пенсии на то, на лекарства. Зачем? Какие лекарства? 80 с лишним лет старуха. И придешь, они там стоят, и врачи-то сами знают. Это что делать? Организм кончился. Люди многие в войну работали. Что пережили? Ну, потерпи маленько-то. Север. Вот лишь бы только дышать. А что дышать-то? Растительный образ жизни. К батюшке пришли на исповедь. Двое молодые. Батюшка говорит, я их знаю, посещаю сейчас. Батюшка, благослови нас бабушку отравить. Мы замучились с нею. Ей уже 98 лет. Ни один врач. Она не слышит даже ничего. Лежит. Все под ней сгнило. И нам никуда не в отпуск уехать. Ничего нет. Замучили всех. Хорошо, что смерть есть. А представьте, что на земле было бы не умерших сейчас 100 миллиардов вот таких гниющих. Что бы мы делали? Почему Иоанн Златоуст говорит, смерть-это великое благо. И он перечисляет. Люди, когда тонули, говорят, это самая легкая смерть утонуть в воде. Самое трудное умереть от голода. А вот от голода, я об этом хотел сказать, научитесь охватиться малым. Вот мне звонят, от священника звонят, от мидии продаются. Можи есть, она же не рыба. Дальше. Я был даже в Синодии. Я гляжу маслом намазать. Я говорю, да пост идет. А это растительное масло. Ну какой же это пост? Если у мусульман пост, то они, как расцветать начинают, уже не могут есть. А вечером, до тех пор, пока ты не будешь видеть нитка черная или белая, все, можно тогда вкушать ночью. И все работают. И при том, у них двухразовое питание, вообще двухразовое по всей стране. А у нас трехразовое, да еще там полдник. Еще полдник какой-то. А вот эти, которые там тело свое, там культуристы-то где-то, он восемь раз должен есть. А там ничего нет, жижа одна. Я вспоминаю, в Искитиме был, я лично не знаком был. Дедушка один. Представьте работу. Он багром, проплывающий в реке бревна, вытаскивает. И пила у него один пилит. Дальше колет. И вкушает во время поста только воскресенье просворы. Всю неделю ни грошки нету. Еще в следующей неделе опять. И семь раз только за время поста поест просворы. Это наш современник. Постепенно можно научиться и немножко сбавить себе лишний вес и прочее. Как-то ужать. Ну, написано, это храм. Ну, какой храм, когда там зловоние, как Череповецкий металлургический комбинат. Вот я просто про спину хотел сказать. У меня вот ограда есть. Я на этой неделе, может быть, рукавистия-то надену, начну ходить. В этом никакого стыда нету. Сейчас я небольшую, сказать, такую экскурсию проведу в русский язык. Эпиграф, что такое? Кто знает, поднимите руки. Эпиграф. Ну, сейчас сидите-то, поднимайте, кто знает. А потом снова будете объяснять. Так, еще кто? Эпиграф. Предисловие по-простому это. Так, двойка. С отцом с матерью придешь в школу, выслеживаешь. Ну, молчат уже минуту. Так, разговариваешь много, с матерью придешь на урок. Так, смотри внимательно. 12 томов «Жития святых» Дмитрий Ростовский берет только в первом томе один эпиграф. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие и взорвая на кончину их жизни. Подражайте вере их. Вот так, если он понимал, что говорил, то от «Жития святых» от 12 томов осталось бы только 12 страниц. Остальные там, как он проповедовал, не проповедовал. Нет, нет. Но он-то понимал, что это говорит. Он очень умный был, писатель. Нафантазировал, может быть, там много, но и слова-то хорошие. Эпиграф. Это главное. Ну, что тебя должно двигать? У меня главный эпиграф сейчас переменился. Солом 118 и 164 стих. Пенсионеры, я вас призываю всех. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. За суды, за войны, за Майданы, за голод, за болезни. Не за добро, а что кажется тяжелым. Суды Божие. Семикратно в день. Пенсионер, что из угла в угол-то ходишь? Ты сделай так, что у тебя минуты свободно не было, да еще солнце крати. И чтобы родные и близкие ахнули. Как? Заболел? Да как мы теперь? Вот и ответ. Это у Толстого есть такое, как на поклонение ходили в Иерусалим. Один там щеловод был, а другой он богат и все было. И он нашел на Украине там голод был, и он все деньги истратил от этих и лисей. И не был. А тот был, дошел, все по хоме, нормально у него, как надо. И потеряли дорогу другую. И он-то не один раз его видел в самом переде он был, а там не пробьешься народу-то. А он не был там, а он его видел не один раз. И когда вернулся домой-то, да вот прости, я отстал, вот в этом доме, зашел к дому, а там полумертвые лежат. И он там им корову купил, все, как мне было. Я тебя несколько раз там видел-то. И тогда он понял, там-то ногами ходил, а был ли я там? Вот тебе и здоровье, и жизнь. Тебя другие даже увидят. Эпиграф жизни. Раньше я говорил, филиппинцам 1.21. Для меня жизнь, теперь Христос, а смерть, приобретение. Люди говорят, жизнь или смерть, кошелек или жизнь. А смерть, приобретение. В латышском языке, наавы не сауглюс. Это означает, а смерть несет плоды. Это иклесиас об этом говорит. Давай семи и восьми. И по прошествии многих дней, свои хлебы приплывут к идею. Ты давал где-то, и тогда тебя примут в обители вечные. Это Тавит 1.8. Все отступили нефалимого колена. Никто в храм не ходит, а я ходил, потому что бабка Девора мне завещала это. Я все делал. И относил три десятины. Больше подражать некому было. Он подражал тому, что бабка сказала. Тавита, 1 глава, 6-й, 8-й стих. Эпиграф мы узнали, молодцы. Ну, можешь проверить, это какой-то эпиграф. Возьми, найди и скажи, вот, я на него буду опираться каждый день. Вот. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Вот теперь и соседями наладятся отношения с другими. Второе. Эпитафия. Ну-ка, подними руку. Кто знает, что такое эпитафия? Вот. Вот. Ну, давай, Ефросинья. Андреева. Надпись. Говори ясно. Надпись на гробу. Ох. На гробу летели. Посмертное. Посмертное изречение. Эпитафия. Вот теперь скажите, вы, когда умрете, какую эпитафию хотели бы, чтобы она писали? Блаженны отныне умирающих Господи, ибо дела их в свет за ними. А у нас только бы дела наши, и никто не узнал. Анти-эпитафия будет. Ну, хоть какой-то придумай, посмотри. Я вот завещаю, чтобы все время у меня висел заламинированный Новый Завет. И один на грудь положили. То раскопает, так чтобы нашел, чтобы туда не попало. Несколько раз обернутый целопан. И здесь, как-то и написано, что у кого нет Слова Божьего, возьмите. Исчезло опять, но вновь. Заламинировано, оно не промокнет, и чего. У меня услышали некоторые, где я себе такое же сделаю? Ну, надпись, я не знаю, нужно или нет, так это много будет. Вот эпитафия. А что такое эпитет? Я на букву «Э» взял, редкая буква. Эпитет. И одного нету. Самые знатоки даже замолчали. А кто? Так сейчас вам сказать, вы начнете опять замолчить. Нет, пожалуйста, открывайте. Да ладно. Э, нет. Ужимал. Говори, пожалуйста. Игорь Владимирович, просим. Да говорите все. Считайте, считайте, что я не знаю. Ну ладно, посмотрим дальше. Вот сейчас у нас погода такая, самая опасная. И это я удивляюсь, сколько вас пришло сегодня. Это много. Самая опасная. Все покрылось во время теплота сыростью, потом застыло, я выношу золы, едва дохожу. Балансирую и иду. Воробей садится и юзами еще сколько времени едет. На дороге даже. И сверху, когда выпадает снег, это вообще невозможно. Мы однажды так ехали в КамАЗе, я полный КамАЗ везпотеряю. Маленький разворот. 30 километров больше не было. Только от разворота тронулись, она завелила машину КамАЗ и вверх ногами. Я попал в такую аварию. Думали, очень опасно. Знаете, какое средство от этого избавиться, если ты идешь дома потренируешься. Положим матрас и подскользнись как будто и падать. Сразу первым делом рука. А вот руку-то как раз не надо вытягивать, а надо вот так прижать и на бок. Вот. Она, во-первых, защищает ребра и на руки. Попробуй падать правильно. Правильно, правильно падать. Больше другого лекарства нет. Шопер на дороге засыпает и хоть спички ставь, он все равно спит. Глаза открыты, ничего не видит. Самое лучшее лекарство это сторонку где-то часа полтора. А я не могу. Вот сейчас парень вышел на меня один. Я один, не могу. Вот то другое, там вот и женщина. Бороться надо с этим. А как? Самое дешевое, приятное, жизни больше ничего не надо. Самое дешевое лекарство. Я Павел говорит об этом, мне же разжигать. Ну, надо научиться смотреть. Это природа. А природу, сгони в дверь, она в окно лезет. Если ты полностью хочешь погасить, это не пей и не ешь. Замари его, как невинный пруденцы у Лескова описывают. Второе. Первое качество любого лидера воображение. Каждый из нас лидер. Лидер, знаете, что за слово? Ну да. Это руководитель. Вот у Лесникова бывает ведущий, который ведомый. Вот два впереди и сзади как идут. И это. Тебе это открыто воображение развить. Что дальше будет? Мы все умрем. Можно развить воображение? С чем предстанем? Больше не надо. Помни, последняя твоя, как Сераха пишет, говорит, ты вовек не согрешишь. Да я ему, да вот, а ничего и нет. Мне один угрожал из Потеряевки, ты не выйдешь теперь. А я уехал, через неделю слышу. Он, неряшливый был, и по гусеницу проходил, поскользнулся на своем солидоле. Ты упал, и ребра переломаны, прямо воткнулись, куда не надо. И он все, умер, молодой, здоровый человек. Поэтому надо воображение. Война, война где-то рядом. Что война будет, это услышать о войнах, о военных слухах, Христос об этом говорит. Теперь посмотрите на своих родных и близких. Если здесь другая нация будет, вот мальчики сидят, все будут сразу убиты, хороший или плохий, их сразу убивают. Это повеление было от Бога. Когда народ изжил себя, повеление, вы считаете Библию? А если женщины, девочки, девочки все пойдут в рабство. Вот говорили, советские войска взяли Берлин, когда Ижуков отдал им неделю, никаких судов не будет. Изнасиловно было 150 тысяч женщин целым полком. Сейчас подготавливают. Франция, документы уже все, уже выставили в интернете, предъявляют счет американцам. Дескать, не делали. За американцами 150 тысяч числится. Полтора миллиона увезли туда немцев, как уже, война кончилась, как пленные считаются. Ни один не вернулся. Теперь, где эти наши полтора миллиона? Теперь, что делали советские, вы уже знали? А что делали вы? Показывают, там был такой африканский корпус, у французов они зашли. Село огромное, надо завоевать. Так, завоеваете, 50 дней делайте, что хотите. И далее, что они делали эти? Мусульмане, они говорят. Ну, какие уж, как они насиловали? От пяти лет и выше. Мальчики, девочки, никакого разбора нет. Священник, только один сказал, что вы делаете, сразу его начали насиловать, пока он не умер. На одну женщину 100, 200, иногда 300 человек насиловали. Она умирала тут же. И теперь представляет этот счет. А теперь, прикиньте, война. Здесь пришли другие, у которых Бога нет. А Бога никакого не верит, это Китай. Два миллиарда. Вообще нет. Что будет с теми, которые у нас рядом? А спрятаться, Бог может прикрыть. Ну, просто посмотри, и ты навсегда прощаешься с ними. И тогда, сегодня, приготовьте детей к этому. К великому и страшному, Господи. Тело не мое. Святых, когда отдавали блудникам, а они говорили, святые, говорят, над телом вы можете издеваться, награду получу. Душу сохранить, чтобы не отверглись от Господа Иисуса Христа. Это Маковейская, вторая книга, седьмой главе. Найдите. Детям, приучите их к мысли. Никогда, нигде не отступить, ни на шаг, от веры в Иисуса Христа. А остальное, все в руке Божьей. Напрасно, возрасту и страж. Прикинь, что делать? Что будет здесь, когда, вот сегодня, сейчас звонок дал, полиция, машину у меня не убирает, вот здесь, а тут подъезжать надо. Я не успел даже подготовиться, полиция уже приехала. Чья машина стоит? Сейчас с эвакуатором, ее ворота нельзя заезжать, а ко мне приезжает несколько машин и КАМАЗ. сегодня не без власти, а власть. И попутно сказать, ровно через неделю будут выборы президента Российской Федерации. Я не хожу на выборы, другие как хотят, потому что от нас не зависит. Но усильте молитву. Мы ежедневно молимся, Господи, дай доброго правителя, чтобы не препятствовал молиться, чтобы и дети в школах могли услышать, и всюду, и везде, чтобы слово Твое звучало. Господи, покажи, их восемь претендентов сегодня. Как бы претендентов. И вот Грудинина выставляли сколько, а сейчас обнаружат, выходит и его кастерит, там Жириновский, сколько миллиардов у него долларов обнаружено в разных ТЭК-банках за рубежом. А чем торговал? В аренду отдавали в московскую землю, которая золото. Они сейчас друг друга разоблачают, чтобы столкнуть. Со стороны сегодняшнего президента почти ничего нет. А на него столько, столько, что нищета погибает вроде. Я ничего не знаю. Я знаю одно, что повеление, молитесь за царей, за начальствующих. Просто молитесь, Господи, мы живем на этой земле. Ну что ж так бедно-то живем? Самая богатая страна. Ну почему мы такие? Почему все куда-то отдают и отдают? За это время только показывают, за 18 лет правления, который сегодня президент, сколько от нефти, продажи, триллионов получили. А пенсия? Каждый из нас сегодня должен был бы получать, согласно этому, минимум где-то 27 тысяч рублей. Это минимальное. Не в ущерб государственному бюджету. Но этого нет. Вот у меня теперь повысили 8200, кажется. Ну и все остальное. Молиться, и Господь может дать богатого человека. Духовно. Я попутно. Не спрашивали, почему загуляют, никого нету. Заболели или что? Алексей болеет, Наталья пошла в ближайший храм. Ну да, Алексей болеет. Вы же брали. 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 Посмотрите. Вот у нас, допустим, некоторые люди ушли и говорят, а почему? Некоторые причины хочу сказать. Одно время у нас были, было время, здесь был Муравлев, Игорь. Я не знаю, кто первый познакомился. Тут очень хороший был католический ксенс Роман, отец Роман. И они пошли туда. Это в общей сложности около 15 человек. Ходили, молились, за руки брались, там то другое. Ну я сказал, вы знаете, тут глотки были. Один из них стал потом священником в патриархии. Но тогда батюшка сказал им, прежде чем пойти туда, вы ознакомьтесь, что о них пишут. Ты показал, какие книги вышли от русской зарубежной церкви о католицизме? Ну что такое это португальская патима и прочее? Где эти люди? Практически все ушли никуда. Они куда в мир? А вы были против? Как против? Мы не против, тем более с католиками, я признаю за церковь. Но ты сначала узнай их веру. Вот у нас к истинному православию и там три темы. Первая человекоубийство и ложь Ватикана, гордость папства и третья патимская надежда или трагедия. Материалы возьми, прочитай. Там исторические данные все. Ничего больше нет. ушли. А что можно сделать? Ничего не сделать. Кому определенно, тот и ушел. Было время, когда у нас засидели молодые люди, это около десяти человек с детьми их там набралось, увидели снимок, что патриарх Алексей Второй сидит с лавром за одним столом где-то. Все. Московская патриархия безблагодатная, юридическая, и они выше. Ну, называть не буду, вы знаете, кто был. Кто не знает. Ну, главное, замодила был. Волков, что, непонятно, Весеслав Сергей, понятно, слава. И дальше, где, к старобрядцам, хотя бы старобрядцы где-то задержались. Но мы должны были сказать. Он ушел. Подходила ко мне одна, близко знакомая, она по Ольгуевым, а я не могу уходить. Почему? У вас посты соблюдаются. А как? Вот эти патриархии не соблюдаются, я туда пойду. Вы не понимаете, это... Другая подошла уже в теплый туалет, от теплого туалета, я говорю, и там не было, может, в последний год сделали. И в России вообще не было, в храмах не было. Но я хочу, чтобы в теплый туалет. Другая, чтобы в любой день я могла причащаться. Ну, сейчас вижу, вроде, ушла уже лет пять, и теперь успокоилась, кто-то к старобрядцам прибиваться начала. То есть, везде существует где-то зигзаг, за которым, как из-за угла, дома ничего не видно. Ну, маленько глянь дальше, что будет. здесь есть. Вот сейчас слышали, говорят, что чужой делается, отвергнись с себя, а рот отвергся, как Беложина Фефилат говорит, его бьют, или что, тебе должно быть это все равно. Ну, раз чужой человек не наш. На неделе события у нас были. Приходило ко мне несколько раз, Анастасия Дробот сенафой. И уколы все делали, кошечка наша вытарала. Я очень благодарен им. Я думаю, это она больная, немощная, и приходила, и все сделала, и мы все выполнили до последнего укола. Ну, видно, не знаю, не знаю ничего. Она, оказывается, удар у ней был очень сильный, она с третьего этажа прыгнула, котенок-то, и головой ударилась, а то и разбегалась где-то. Просто события. И написал письмо, хороший роман, который у нас в Потеряевке. Дело в том, что я здесь обратился в шесть организаций, разные это, первая милиция проверили, полиция. А сейчас и на все идут, у меня уже 11 бумаг пришло. И все только говорят, как документ этот рассматривается, но еще результата нет. Ну, а там уже работает. Самый серьезный оказался документ, это представитель президента или федеральный инспектор, который находится в здании Алтайской краевой администрации. Они сразу сделали запрос в краевую прокуратуру, а краевая прокуратура тоже от нас получила разобраться, помочь. Мы не в силах разобрать вот эту ситуацию сложившуюся, ненормальную. Они ответили, посмотрели, там аж он прокурору дали, и дальше ничего неизвестно. Здесь другое. Прокурору не я даю, а дает инспектор. А это разница большая. Уже никуда не заложат. Теперь они туда и строго под контролем. Теперь обратно подниматься будет, ответят прокуратуре, и прокуратура туда, а эти отвечают только мне. Мы молились об этом. Я вижу, система сложноватая, конечно, но по-другому, видимо, нельзя. Эта власть сегодня есть. И Роман пишет, 98% того, что я уеду. Я думаю, вообще у него, так как все там, что было уже, запрещен будет въезд вообще в Россию. У него вопрос, как то, что есть. Как это продать и что. И он в суд подал, чтобы дали ему с какое-то время. Дадут? Нет? Неизвестно. Прошу прощения, что было. Ведением, неведением. Ну, проще сказать. Письмо написал. Я посмотрел дальше. Ой, тяжелое состояние, духовное. Я сегодня брату одному говорил. Кто бы шел дорогу, он смотрит пьяный. Кто бы не был, еще внутри человека, это еще пока его. А со стружками, и он все это брал и пожирал. Я бы что плохое про меня не сказали, обзывали там всякие мерзости. Он все это брал, повторял и вычитывал. Ну, ты же жил рядом, не было этого. Чтобы помолились, чтобы Господь смилостился над ним. А второе, подмел, чтобы и пылинки не осталось. К этому все подошло. А мне очень хочется, чтобы он ко мне заехал. И я бы взял у него интервью. Как познакомились, с какой целью приехал. Для меня неразрешимые вопросы. Еще два есть вопроса. Первый. Если он был заслан, какая у него была надежда на то, что за него заступятся? Ведь он то сделал, то потеряете, никто не мог сделать. Да и даже не пытался. Самый участок с тополями, громадные вот такие деревья, прямо внутри деревни. И он все свалил. Почти все потом летом помогли ему. Если не думал здесь быть, зачем? Значит, он думал быть. Иначе к деревьям не прикоснулся бы. Тем более, большую часть все делал сам. С братьями рассчитался. Он очень добрый в этом отношении. Но все сходится на том, что был спецзаказ. Только прищищался в воскресенье, через воскресенье все, я враг Анапе. В один день. И патриарх, все еретики. То есть, это четкая программа выстраивается, в какое время ему надо выступить. И мне сегодня складывается, картина, что он имел прикрышку. Ну, с кем-то, может, кто-то говорил, ты иди, а тебе ничего не будет. Ну, когда в преступники принимают свою компанию, они говорят, тебя проверить надо. Да я сделаю что угодно. Не что угодно, а что мы скажем. Вот встань, смотри, вот это в детишечную очередь. Ну, и кто более интеллигентный? Ну, он женщина в шубе, воротник какая. Ты видишь, какое лицо у нее, да? Ты сейчас ни слова не говоря, подойди и набери больше слюны, прямо в лицо ей плюнь. Спокойно повернись и когда будешь уходить, скажи, сдохла бы ты, сука проклятая. И посмотри на ее глаза. Это первое испытание. А дальше другое. А как, самое любимое, что у тебя есть, ты должен зарезать. И самая любимая оказалась мать. И она только сказала, ну, что ж ты так, сынок, там ты уже взял нож и зарезал. Это все выставлено. Здесь вот что-то мне напоминает из этой категории. Мы за тебя заступимся. Ну, не всегда это удается. Мы не думали так, быстро развязка. И, видимо, предупредили, что ни шагу, никуда и ничего. Он уже там был. Я спрошу брата Себастьяна, я что говорю, эти, ну, как сказать, подозрения или рассуждения, они имеют какое-то основание? Почему так быстро получилось? Ту и другую сторону. Так он перевернул все. И батюшка не такой все. И вдруг сейчас ничего не приходилось, да? И главное, не раньше не больше перед выборами. Это мы как-то связываем с этим. И что, Российская Федерация, все антихристы, что она незаконно занимает территорию эту, которая ей не принадлежит. То есть это политическая уже сторона. И, видимо, это все ушли. Представитель президента запрос сделал. Если будете молиться о нем, я просил, ну, чтобы Господь усмотрел, надо ли нам встретиться, нам хотелось встретиться. И он говорит, что после этого, все вероятнее, мы никогда уже не встретимся. Я просто поэтапно спрашивал бы его. Брал факты. Как ты помогал? Как мы вместе работали? Ну, ни слова против-то не было. А начиналось с маленького. Земля, плоская. А теперь... Космонавты были, да, были космонавты, но никуда они не летали. Просто договорились, им платят деньги. Я спрошу, Василий Николаевич, ты веришь, что Земля круглая, шар? И веришь, что космонавты летали, и Гагарин облетел Землю? Конечно, это ведется с образованием. У нас и в общине еще остались такие, с высшим образованием. Как говорится, с пеной доказывают, что Земля плоская. И чем это все кончится? Это маленькая, как будто ложь. Мы сказали, разности нет, ладно, я говорю. Я ни разу, ни разу с ним не говорил. Но оказывается, кто его поддерживает, с высшим образованием, человек, то имел он это, или это семя дало? И при том доказывают, конечно, и Солковский никто, и там, и Менделеев, это все это ворованное. Доказывать нечего просто. Ни одного космонавта не было. Их было 245 из всех стран. Нет никто. Но с какой целью, какая разница масонам, круглая Земля или какая? Им зачем это нужно? То есть главная цель масонный приход ко всемирному владычеству еврея. С какой целью-то это? Они не могут ответить. Мы здесь задавали этот вопрос. Ты задавал, кажется, ему, да? Да, конечно. И так что самая малая ложь. Она требует рассмотрения, и в присутствии братьев. Вот меня не будет. Я прошу, ничего здесь не меняйте. Если возникнет, только советом. Притом, ни чая совет не пренебрегайте. Ну, главное, советчики, это члены церковно-приходского совета. И будьте очень внимательны. Не ломать. Не нравится там, я это сломаю, но вы не ломайте, не строите. Готовы уже и жить. Это я все время прощаюсь, даю наказы, чтобы не застало вас неготовыми. Меня упрекало в том, в этом письме, не в письме даже, что я имею беспрекословный авторитет в Крестовоздвиженской общине Барнаула и Свято-Анфимовской Потеряевке. Это мне характеристику, когда давали, когда суд был с коммунистами, это проректор технического университета Семкин Борис Васильевич, он приходил здесь, за этим столом, вот сидел как раз. Он, мне говорили, там, главный редактор газеты, их, это самый умный из всего профессорского состава. А кто-то еще добавил, так он еврей. Но он очень был к нам расположен. И он как раз, когда книга там была, ну, презентация книг во сне первых, и он говорил, самое главное, что человек сумел в авторитет так войти. Вот сумел, понимаете, как это важно, и вот как относятся деревни, там, лагерь, а он, не нашего круга даже, ну, над ним ректор, Евстигнеев. Евстигнеев, вы знаете, когда он приходил, я перед этим человеком преклоняюсь, поцелует и обнимет при всем профессорском составе. За что? авторитет. Теперь, когда писали, то сказали, нужна просто экспертиза. И у меня экспертом был директор 48-й школы Торшин Виктор Яковлевич. 68-й школы. Да ладно, как 68-й. 68-й? Ну, 68-й, значит. Правильно. И он как раз этот вопрос поднял. Это самое положительное, что человек имеет авторитет. Авторитета нет, его никто ни в президенты не изберет. Авторитета нет, ни в космонавта никто не пошлет. То есть, куда они поверили, авторитет отца в семье, матери, это главный стержень, на котором все держится, а вы в упрек ему ставите. Как это? Авторитет, он требует очень большой работы, а потом тщательно оберегать его, чтобы не сделать то, чем люди оттолкнуться. А мне в упрек это ставят. Я не добиваюсь авторитета, но Бог так сделал. Все через Священное Писание пришли там или где-то и сегодня новые и новые люди приходят. Среди ночи даже не дают спать. Мы вот обратились благодаря вашему где-то и не знаю. Помолитесь об этом, чтобы и я здесь не обольстился. Как могу обольститься, не знаю, но все равно молитесь. Раз упрек делает, им авторитет очень не нравится. А я вообще о нем не думаю. Авторитет, знаете, Ян Златоус это как бы говорит об этом. Люди любят славу. Но у нее есть особое свойство этой красавицы. Если ты добиваешься ее, она от тебя убегает. Ты еще сильнее стараешься, она еще быстрее бежит. Если ты пренебрегаешь, вообще не смотришь, она за тобой будет гнаться. Если ты а мне это все равно, что вы говорите, брать на вороту не объяснят. И мне нужно, чтобы и здесь все было как есть. Раз много, не много, а с той стороны обвинения, то вот я так и говорю. Так, и коснулся у нас двое живут вместе Сергеем Павловичем и Василием Николаевичем. И выставляете это ролики. Бывают нападки, но иногда редко, но бывает люди, на кого нападаете. Вы сами примите такого человека и начинаете его характеристику давать притом правильную. И вы можете это сделать? Нет. А вы его осуждаете? Я не осуждаю ничего, только молюсь. И когда Сергей задело его, хотел снова отправить второй раз, я опять ходатаюсь. Но Сергей Павлович прислушивается моему голосу. Я говорю, не надо оставь. Не выдержал маленько снисхождение. Не надо ему туда холодно. А поедет тогда, когда земля будет растаявшая. Правильно говорю? Согласен? Ты его не огорчай. Потому что я все про вас знаю и вижу и обвинений очень много. И обвинений почти ни одного нету справедливого. А вы люди наши и чужие. Вот что я хотел такой итог подвести. Это четвертая неделя вот это пойдет. Батюшка приедет. А следующая пятая. И там самое длинное, самое трудное по физическим нагрузкам будет богослужение канон Андрея Критского считать собой не за четыре дня, а за один день. Все, пока. Спасибо, Христос. Можно комментарии к вашему комментарии, Игорь Васильевич? Ну, первое, о медицине. Поскольку я имею некоторое отношение к медицине уже почти полвека, я должен сказать, что я могу принять ваше так сказать обещание призывы к аскетическому образу жизни. Да, это хорошо, это правильно, что нужно заниматься профилактикой заболеваний, но не согласен с вами в том, что надо заниматься самолечением. Самолечение и традиционная медицина, то, что сейчас мы имеем в университете от медицины, это не традиционная медицина, а традиционная медицина, то, что было выработано веками народом. Она иначе называется народной медициной, но она имеет свои определенные рецепты, свои устоявшиеся правила приема этих действий и приема различных средств народных. к этому нужно прислушиваться. когда вы призываете к самолечению, то есть мы имеем, врачи имеем часто как раз плоды самолечения. То есть вот одна бабка сказала, вот так делай, вот мне помогло, и давай делай то же самое. Нельзя этого делать, потому что приложили к ранней мочу. Моча есть моча, она разного свойства, у одних она более или менее можно ее как-то еще использовать, а вообще она инфицирована изначально. Заражение и пошло дальше. Когда приходили ко мне в трампунте, когда работал, совмещая учебу, приходит дай вот мочу, надо было другое что-то приложить, оттуда же из туалета. Больше его подействовало. Не, не просто же мочу, Виктор Андреевич, не просто мочу, а желательно ребенка. И после пьянки мужчины, там женщине вообще мочу женскую нельзя. А мочу пьют для чего? Урино-терапевт. Это еще, еще. То есть нужно как всему разумно мочу для курино-терапевти. Разумно. Что сейчас задает? Василия задает. Я не специалист по урино-терапевти. Я не могу ему ответить, он у меня хотел лечиться мочой, я ему запретил. Я правильно делал? Правильно. Чего? Чем не было? Дерьмом что-нибудь нечисли. Предложил ему, он отказался. Я не к тому, что вы посмеялись, я к тому, что призываю разумно подходить ко всему. К тому же призыв аскетизма. Но один понесет одно, другое по немощи своей. Разные же люди. Нельзя всех мерить под одно стандарт. не делайте прокурсу ложа, в которые не укладывается человек. Что касается романа, мне думают Игорь Игоревич, вы тут просто это результат вашей святой наивности. Вы не усмотрели в нем этого человека, который вроде как втерся к вам доверие, а теперь мы пожинаем плоды вашей святой наивности. какой-то заговор, засылание, вот я засылка, мне вот я совершенно не верю в это, почти совершенно не верю. Я верю, что я не верю. Ну, одним словом, дай Бог, чтобы он оттуда, конечно, ушел, потому что действия его говорят. Это проделки, конечно, того, который противник нашего спасения. Он, может быть, и с благими намерениями сюда приехал, а вот когда приблизился к тому, что здесь все-таки есть стремление к святости, видимо, это не угодно этому противнику, поэтому он совратил его в разуме, которое появилось, совращение в разуме проявилось его действие, которое мы имеем, к сожалению. Дай Бог, чтобы все закончилось благополучно и для Потеряевки, и для него тоже. Я не хотел говорить по некоторым причинам, но скажу, что, но скажу, значит, одно, ну, как бы вас предупреждаю, а может, я знаю, что этот человек, он с Любой может поговорить, просто у нас зашел разговор с Алексеем Загуляевым, и он сказал, вот, брат Роман хотел совершить добрый поступок, просветить нас всех светом разума благочестия истины. Но его, говорит, братья не поняли, затоптали, заклевали и разорвали на мелкие части. А начал он это благочестие с того, что рассказал всю правду о масонском заговоре о плоской земле. И я, Алексей Загуляев, дважды с высшим образованием человек, авторитетно заявляю, что Роман совершенно прав, наша земля плоская, находится под куполом, и Антарктида шестой материк, который идет по кругу. Году одержит. Кто не верит, разговаривайте с братом Алексеем. Он не прочь поговорить. Он очень хочет об этом поговорить. Он одинок в этом. И он доказывает, и он вам все докажет, как доказывал мне, но не доказал. У меня другие доказательства. И с ним вместе его, наша дружайшая сестра, супруга, Наталья. Так что, вперед, дерзайте и не волнуйте, не думайте, что я тут сказал, их нету, что-то я бы и при нем сказал, и он бы стал против него. Это, конечно, было при нем говорить. Ну, смотрите, я могу и при нем сказать, если можете позвонить даже и сказать, Леша, вот так вот, ты, Григорий, призыв, призыв, я меняю несколько, твой брат, призыв, я думаю, что ты с этим призывом согласишься, нужно молиться, о том, чтобы Господь их выразумил, наставил на путь истинный. На том, чтобы там вызывать их на дуэль, я думаю, нет, надо. Их, да зачем их, что? Молиться за них тоже. Попрошу еще внимание, я комментарий, на комментарий, на комментарий еще скажу. Вот народные средства какие. Ну, Виктор Андреевич, врач, я не отрицаю врачебного искусства нисколько, но, но надо правильно все-таки маленько жить. Как? Святые говорят, мало яшть, мало пи, здраво будешь, а она тебя плоть-то по-поросящи будет визжать, умираю, умираю, не умрешь. Как Сарахин Саровский говорил, хлеб да вода монашеская еда. Вот, у человека изжога, кто хоть раз изжогой мучился, поднимите руку. Так, а лекарство знаете, какое? Да. Какое? Раздельное питание. Бублик. А вот смотрите, главное только, никогда не пытаюсь соды душить, а дальше увеличивается, на это, и тебе надо еще больше, я знал человека, очень близкого мне, который уже по две ложки соды сразу себя пускал, и так и сгорел. Никогда на это не иди. Я делал так, сухарики, вот бывает, бублики такие, где-то, бублик. Разжевал, ни водой, ничем избивать, все. Но бывает, иногда не так. Я искал и нашел, вот это что такое у меня в руках? Кедровые орехи. Кедровые орехи. Самое лучшее лекарство. Это два раза, рот загрузи, прожуй, медленно-медленно, и все. И вот наши сестры, которые, про это я не говорил, они мне опять подсовывают в карман. Ростолочи, вот такая, доживаться на шоу. Понимаете как? Вот Господь это заранее знает, где поставить. И что? Вот народ, когда шел, ну, мавитяне, они не пропустили израильский народ, а которые отступали немного, ну, отступают, ну, отставали маленько. Эта женщина там с ребенком, уставшая, а они за ними крались из луков и убивали. И тогда Монисей сказал, никогда, во веки веков не простится это народу. И Бог допустил, чтобы они так делали, чтобы теперь была оправдана ненависть, которую будете иметь к ним и уничтожать. Поэтому на истребление полное этого народа это уже заповедь Божия. А то, что они сделали, ожесточили сердце, они просили, пропустите нас дорогой ни в сторону, ни деревья, ни яблоко не сорвем. Ни воды не возьмем. Возьмем я воды, напьемся, дадим вам деньги. Не пропустили их. Израиль шел в ту землю, которую Бог им давал. Им была объявлена тотальная война. И по сегодняшний день, живы они или нет, даже я не знаю про эту народность. Но хеты были там, понятно, что даже с Египтом воевали. И если Господь что-то допускает, надо всегда смотреть, а за что? Вот сейчас заговорили о моче, ну, уринотерапия. Это странное дело. А как мертвец? Не пить. Считается нечистота. Нечистота. Ты причащаешься телу и крови Христовой. И мы решили испытать один, говорит, а я на запах все определяю. как? Ну, очень просто. Ну, его брали на работу, винный отдел, и там специально узнают качество вина. Он говорит, я без лаборатории. Ну, решили, принесли три вина. да, говорит, такой дешевый сучок из Советского Союза привезли. А это, о, это, дорогое французское вино, лет сто пятьдесят, говорит, как оно хранилось. Ну, и там начальник решил посмеяться. Секретарше своей дал, ты маленько туда плесни, в это вино, свое вино, вот, и я маленько. Ну, ему дали-то. Он понюхал, глазами обвел. А зачем, говорит, это сделали? Зачем? У вас, говорит, болезнь, вы даже не знаете, что, не говорит о ком-то. Видно, что человек собой не занимается, и вино добавил своей мочи. А у него болезнь, да, серьезная, притом. А это, это третий месяц беременности, возраст примерно такой, на секретаршу смотрит. Он говорит, все, все, берем, берем, берем. То есть, люди на запах определяют. В Африке проверили одного, он убегает, допустим, сказали, через три часа найдешь его, найду. Негр бежит, понюхал, я повернул в сторону. Запах, это, ну, нонсунг, конечно. Поэтому, вот, мумио неопределенно, что. Бывало так, что объясняли, этот рук мышей, где-то там, где-то разжигали, от них там вытопилось. Ну, можно ли чистить? Очень хорошее, но не внутрь. Почему причащаешься? Вчера мне спрашивают, женщина, молитесь сегодня, за сегодняшний день. Мы сегодня выезжаем в Москву, к отцу Кириллу, принимать крещение с полным погружением. Хотя я, если скажу, мне сказали, больше никогда не говорить нигде, но это я скажу в последний раз. Ну, и помолиться о чем? У меня неопределенный цикл женский. И как бы не случилось, чего, и тогда как. Я нахожусь в церкви Болотном и отец Александр Пивоваров был, очень знаменитый проповедник. И женщина приехала с севера, сегодня крещение принимать, а у нее открылось. Обыкновенная женская. Я говорю, правило Тимофея Александрийского, это правило такое, это называю ему, и там написано так, вопрос и ответ, никак нельзя. Ходить она может в храм, но не причащаться, никаких танец, и ни к чьей святыне, как к Христу не подходить. Рядом, тут же другое правило, там где они есть, Александрийский тоже, пятое правило, говорит точно так же об этом. Да как, как женщина там кровоточиво прикоснулась, она к Христу не прикоснулась, как к краю одежды написано. Вот ее никак не обращал внимания, даже раньше, так гляжу, действительно так. И поэтому, в личной статье, сами подумайте, если вы благочестивые жены, как вы можете это делать? Так, значит, на все надо ухо держать во строй. Никогда, кто бы не спросил вопрос, четко и ясно, я ответил, женщина с севера, пусть уезжает, приедет на следующий раз, или ничего не будет, пусть позвонит. Помните фильм, «Остров», «Да вот домой, домой», он говорит, «Не надо, там все, там батарея прорвала, и там тебя уже никто на работе не ждет, а у них там ремонт идет». Ну, так все и было, Петр Мамонов все знает. И здесь определенно, точно так же. спрашивает, четко отвечаете, никогда, чтобы женщина в этой ситуации не подходила, без этой миквы, к окрещению другим таинствам. Надо знать каноны, и подсказывать, и так учить. Ничего здесь нет зазорного, все естественно, это касается и мужчины. Но у мужчины другое. Это необыкновенное. Но если случилось истечение, говорит, семьи, если ты как настроен был на это, тогда не подходи. Но если ты никак, все равно случается какой-то там период времени-то, то тебе дьявол в следующий раз сделать не допустит, поэтому уже омылся, в новом завете уже не действует. То есть, если не было причин никаких, ни жены, никого не было рядом, в трудной обстановке, и перед причастием вызвали в тюрьму, священник приехал, а у него в эту ночь было, не имеет значения, причастись. Это я делюсь просто опытом. Во-все Христос опыт важен и во всем, опять же, рассудительность. Рассудительность должна быть основана на Священном Писании и на опыте святых отцов Церкви нашей. Можно я скажу последнее слово? Ну, как сказать, в защиту не в защиту. Игорь, ты сейчас сказал про моих загуляев, я их очень люблю. Поэтому, да, я попросила бы все, даже не касательно моих загуляевых, если вы что-то хотите сказать, обо мне, говорите при мне, о ком угодно, говорите при нем, чтобы не было какого-то за глаза. Спаси Христос. Брат, не надо. Господь, не надо. Песня Христос. Песня Христос. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог и Егова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Авва, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Галя, это для тебя что-то странное, ты думаешь, я его обидел. Ты просто начни с ним говорить и все, ты все поймешь. Это мы, это мы.